Добрый день! Сегодня очень интересный разбор фитопродукции, экстрактов чаги. Потому что основная проблема практикующего нутрициолога, фитотерапевта в том, что сложно найти качественных производителей. И в этом видео вы узнаете, по каким критериям важно подобрать хорошего, качественного и ответственного производителя. Давайте начнем с примера. В принципе, в этом примере такие нюансы указаны, по которым можно о фитотерапии много рассказать и вообще о нутрициологии. Вот экстракт чаги, укрепляет иммунитет, все хорошо. Но когда мы говорим об экстракте, имеется в виду, что мы взяли какой-то объем исходный, экстрагировали из него вещество и получили какой-то конечный результат. То есть, допустим, из 100 грамм исходных чаги получили 10 грамм. То есть, 1,10. То есть, всегда обращайте внимание, чтобы производитель указывал, когда он пишет об экстракте, 1,10, 1,5. Либо в пересчете на действующие вещества. В данном случае бета-глюканы. Это действующие вещества, полезные полисахариды, которые вызывают иммунную реакцию. Кстати говоря, в старых справочниках по фитотерапии указывались полисахариды как балластные вещества. Это просто поразительно. То есть, примерно 30 или 40 лет назад фитотерапии и нутрициологии не знали о том, что оказывается вот этот эффект полисахаридов усиливать иммунитет, усиливать противоопухолевую защиту. Он был неизвестен, неизучен. Поэтому так писали. Балласт. Ненужное. Ничего себе ненужное увеличивает противоопухолевую иммунитет, причем доказано. Это касается не только полезных грибов, но и еще и лекарственных трав. Вот, например, эхинацея. Ведь она тоже действует благодаря полисахаридам. И вот эти все иммунные действия, получается, были открыты только недавно. Итак, возвращаясь к экстракции. Должны быть указания на вот эти процентовки и на количество бета-глюканов. Затем по данному препарату написано, что это максимальная дозировка для быстрого результата. Так сказать, подчеркивается, что быстрый результат. Но необходимо отметить, что ожидать от фитотерапии то, что вы получите мгновенный, быстрый какой-то результат, не приходится. За редким исключением. Есть пара-тройка трав, которые действуют буквально через полчаса. Но, чтобы повысить противоопухолевый иммунитет, необходимо постоянно, регулярно принимать нутрицептики. И тогда в этом случае потихоньку будет это противоопухолевая или улучшающая иммунитет защита. Не бывает фитотерапии, нутрицологии, мгновенных, быстрых результатов. Следующее это количество показаний начинает расширяться. Заживляет слизистую, регулирует метаболизм, ЖКТ, желчегонное. То, что у Чаги я не отмечал. Может быть, это какое-то открытие этого производителя, но нигде я не читал такой информации научно подтвержденной. Тем более, для желчегонного эффекта есть такие базисные травы, которые увеличивают желчевыделение. Они уже известны, они эффективны. То есть, нет необходимости придумывать что-то новое, изобретать. И приписывать Чаге свойства, которые у Чаги нет. Далее, выводят токсины, стимулируют обмен веществ и так далее. То есть, это какое-то хаотичное перечисление показаний. Следующее противовоспалительное. Жаропонижающий. Вот прям неожиданный такой переход. Жаропонижающий. Откуда? Есть также и травы, которые содержат салицилаты. Да, у них доказанный жаропонижающий эффект. Зачем приплетать сюда его? Непонятно. Болеутоляющий, антимикробный. Улучшает работу мозга. Помогает справиться с депрессией. Но вот эти моменты, они для фитотерапевта, для нутрициолога, они так пугают. Они могут привлечь, может быть, человека, который не разбирается в нутрициологии, физиотерапии. Но как профессионалу сразу такое подозрение и негатив эта информация вызывает. Дальше по применению. Одна капсула три раза в день. Если врач, заметьте фраза какая, если врач не назначит другую дозировку. Откуда врач и какой врач может знать, какое количество назначать? Три или четыре? И какой врач может знать? Если вы спросите в поликлинике обычного терапевта, какой препарат мне три раза в день или четыре раза в день принимать чагу. Но я не понимаю. То есть, странная информация. Далее, тоже слайд непонятный. Разрешено принимать чагу форте после холецистомии, сахарный диабет. Тут и синдром раздраженного кишечника, боли в суставах, эндометриоз. То есть, такой тоже хаотичный набор симптомов и синдромов. Далее, состав. Оказывается, в этом препарате помимо чаги много другого полезного. То есть, может быть, поэтому такой широкий спектр показано. Неизвестно. Вот смотрите. Экстракт куркумы, лиственницы, хромогенный комплекс, голова кислота, куркумин. Непонятный такой. Обычно, когда делают экстракт чаги. Вот его изучают. Есть способы экстракции. Обычно он назначает в виде монотерапии. То есть, для чаги нет необходимости смешивать его с чем-то другим. То есть, он сам по себе эффективен, ценен. Вот такие объединения и такие смешения, они абсолютно не показаны. Давайте посмотрим другой производитель, который говорит нам о том, что он измерил количество бета-углюканов, отнес ее в лабораторию независимую и померил количество там бета-углюканов. Но это уже достойный шаг действительно посмотреть, а сколько в этом препарате содержится бета-углюканов. Исследовать и быть уверенным в продукте. Это хороший, ответственный подход. И количество указаний на полезные эффекты, иммунитет, здоровье кожи и пищеварение. То есть, все в принципе в рамках, ну, только в хороших рамках. Далее, по поводу содержания веществ, экстракт чаги, мы видим указание процентовку больше 8%. То есть, конечно, это было исследовано. Также здесь производитель указывает, что он не добавляет специальных наполнителей в этот экстракт. Потому что пишет, что многие производители добавляют вместо, вместо вот этого экстракта, дополнительные ненужные наполнители. То есть, тем самым все хотят сэкономить. И этот дорогой достаточно производства экстракт, чтобы он продавался, скажем так, более экономно. Чтобы извлечь большую выгоду. И также представлю другого производителя, который производит ферментацию чаги, для того, чтобы повысить его биодоступность. И это, в принципе, обоснованный шаг. Потому что вообще фитопрепараты, нутрицептики, очень большая проблема биодоступности. Потому что мы их потребляем, а вот для того, чтобы это все всосалось и появилось, дошло до органов, да, необходимы какие-то транспортные системы. Либо другие вещества, которые помогают всасыванию и увеличивают биодоступность. Это могут быть жиры, там, экстракт черного перца и так далее. То есть, все это изучается. Какие транспортные системы, какие носители, все это улучшают биодоступность. В принципе, это здорово, что этот производитель также провел ферментацию. Поэтому вот такие интересные наблюдения за разными производителями. И также в конце этого видео я приглашаю вас в свои группы, где я даю дополнительную информацию о дозировках. Потому что самое важное в фитотерапии и в нутрицологии это правильные дозы. Производитель важен, дозировки и так далее. Потому что на самом деле о полезности продуктов, о полезности чаги всем известно. Вы можете ввести в гугл пользу чаги и вам выпадет тут же список известных всех исследований и так далее. Но что касается дозировок, вот тут, как правило, научно популярные всякие ресурсы или продавцы, кто хочет продать о дозировке, они имеют очень маленькое представление. Потому что, чтобы понимать дозировку, необходимо иметь клиническое мышление, врачебное. Потому что врачи, когда назначают обычный препарат, они мыслят поддерживающая доза, либо курсовая доза и так далее. То есть у них подход более такой рафинированный, более глубокий. Потом в этих группах я говорю о методологии применения лекарственных средств. Потому что ни один производитель не напишет, а вот экстракт чаги, ну вот какой курс, с какими другими нутрицептиками нужно сочетать его. И главное, никакой производитель вам не напишет, а можно ли экстракт чаги, допустим, применять с лекарственными препаратами. Потому что у многих фитопрепаратов, у многих нутрицептиков есть, скажем так, несовместимость химическими препаратами. Ну, такой распространенный пример – это влияние некоторых нутрицептиков на цитохромы печени, то есть ферментные системы, которые ответственны за метаболизм лекарств. Если вы будете назначать нутрицептик, который, допустим, разгоняет ферментные системы печени, цитохромоксидаза и так далее, таким образом вы будете снижать лекарственные препараты, которые применяет человек, и необходимо будет корректировать дозировку обычных лекарств. Всего этого не понимает большинство нутрициологов, каких-то народных целителей и так далее. То, что важность врача-фитотерапевта в том, что он понимает сочетаемость обычных фитопрепаратов, нутрицептиков с химическими, синтетическими, стандартными лекарственными препаратами. Поэтому дополнительную информацию я представляю в этих группах ВКонтакте, в Телеграме. Добавляйтесь, задавайте вопросы. И уверен, что информация сегодня была интересна. Пользуйтесь ей на здоровье. Продолжение следует...